Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я в Ельце, город старинный, город на два года старше, чем Москва. И сейчас хочу вам показать дом, который продается в самом центре города, продается за 200 тысяч рублей. Это не шутка. Там есть газ, электричество, есть долги по коммуналке. Но, в общем, сейчас все поймете, в потрясающем месте и даже поймете, почему так дешево. Погнали! Короче, смотрите, вот главный собор города Ельца. Здесь какая-то заброшка, это не тот дом. Нет. Вот, видите, вот это кирпичное строение. Вот этот дом продается за 200 тысяч рублей. Пошли смотреть. Он открытый. Вот, я созвонился с хозяином, он сказал, я не поеду, заходи, смотри. Вот, здесь из интересного. Вот прям храм сзади, а там вот вид на реку. То есть можно выйти, и вон мост, река. То есть здесь можно еще и к реке спуститься, здесь совсем недалеко. Вот, домик вот такой вот. Внутри я был. Да, я был, и поэтому вот приехал для вас поснимать. Вот, подходит электричество, подходит газ, там внутри котел стоит. 200 тысяч савелий. Будешь брать? Вот, здесь вот вход. Есть даже на дворной постройке. Вот такой вход. Тут склон под храмом, храм наверху. Просто можно со двора, представляете у вас какой вид будет. Вот, здесь получается двор в двух уровнях. Вот один, одна часть, два раз сараем. По лесенке там площадка такая небольшая, 10 на 10, типа огородик. Могу показать. Это вот туалет железный. Вот, вот такая вот типа терраса, там дальше каменная стена. Ну и отсюда вид на дом вот такой. Так, что, Савелий, страшно идти? Лестница, конечно, жуткая. Пока не очень страшно. Но этот еще в дом не заходил. Да, тут так, но 200 тысяч. Вот, комната с ковром. И вот опять же он внутрь вваливается, этот дом. Ну поэтому 200 тысяч. Его все ходят, смотрят. Вот, вроде как дешево, вроде как центр города. А что с ним делать, непонятно. А еще старуха, которая вот с той стороны, она не разрешает его сносить. Говорит, как его можно? Мы с ней просто, в прошлый раз мы с женой приезжали, мы с ней разговаривали. Она говорит, я не разрешу сносить. Хотите, покупайте. Я разрешение не дам. А так, раз, два, ну типа трехкомнатные, ну две. Две комнаты и кухня. Вот. Она разрешение сносить не дает. То есть его восстанавливают в тех же размерах, что он сейчас. Но, как мне кажется, это очень хлопотно. Вот, а так, вот даже дверь есть, надо. Не закрывается. Двести тысяч, друзья. Кому надо, вы пишите. Вдруг появится желание, место живописнейшее. Центр города, самый центр. Реку видно. Можно пляж свой сделать. Вот, смотрите. Дендрарий у них тут за окном. Вот. Ну как тебе? Если бы... Ты показывал Зину? Зина? О, Зина. Если бы можно было снести дом. Если бы можно было снести дом. Если бы можно было построить, да. Ну смотрите, у тебя ты выходишь, у тебя вот тут каменная стена. А там дальше твой огород. Тут вот сарай есть. Пойдем сарай покажу. Сарай, кстати, в состоянии лучше, чем дом. Вон каменный. Вот. Если бы можно было снести дом. И в этом потрясающем месте построить что-то новое. Вот. Его продают уже пару лет. Раньше была цена в полмиллиона. Сейчас это опустилось до двухсот тысяч. Вдруг, друзья, у кого-то есть желание. Заморочиться. И получить себе участок земли в центре ильца. Вы пишите. Я дам контакты, координаты. Ссылку на объявление. Ссылку на объявление давайте я прикреплю сюда. Вот здесь видите есть канализация. Здесь подготовка. Яма где-то вырвота. Я разговаривал с хозяином. Вот. Я прикреплю объявление на продажу этого дома. Вы посмотрите. Скажете еще, что я тут в заброху залезу какую-то. Нет, вполне себе все по-настоящему. Так. Надо как-то попереть вот так вот. О, отлично. Вот. Такой вот он снаружи. Но опять же, тут самое главное место. Вот храм. Прям за ним еще один храм. Вот этот, конечно, купить. И река. Вот, соответственно, есть свой подъезд, есть место для машины. Но это все понятно. Такая вот история. В общем, друзья, вот такой вот самый дешевый дом в Ельце. С кучей проблем. Но в потрясающем месте. И за 200 тысяч рублей. Напишите в комментариях, взяли бы себе такое или нет. Прям даже будет интересно почитать. Миклух Макфай. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok